Тогда с вашего позволения я начну нынешнюю тему, потому что тема она очень острая, актуальная. И вот это время года, лето, вызывает у многих людей очень различные споры, разговоры и так далее и тому подобное. Жаркий период времени года это тот период, когда человек живет в особом режиме, он живет на грани напряжения своих возможностей. Я скажу вам так, что если я оглядываясь назад и смотрю, допустим, на прошлое время, то я не помню таких жарких периодов. Был у нас такой жаркий период 10-й год, но вот теперь он, мне кажется, повторяется. Я на это не обращаю внимания, я обращаю на какое-то другое, что уже 4 года у нас отсутствует практически зима. Вот это на самом деле так. Поэтому если говорить о каких-то изменениях климатических, да, наверное, они происходят. Но раз они происходят, мы все равно с этим должны как-то жить, мириться и готовиться к этому. Поэтому сегодня вот об этом и поговорим. В Айурведе есть очень интересный взгляд на сезоны года. Мы привыкли к тому, что у нас 4 сезона есть, и 2 переходных, это весна и осень. А Айурведе говорит, что там существует всего лишь 3 сезона. Это холодный сезон, который бывает влажный и сухой, жаркий, тоже влажный и сухой. И один переходный период, который, скажем так, определяется разными тоже параметрами. Так вот, мы сегодня будем говорить о жарком периоде. Жаркий период, он как раз именно является самым сложным периодом. Потому что к этому периоду очень трудно адаптироваться к организму. И если говорить об Айурведе как таковой, там есть понятие психосоматического типа. Тоже не входит в мои планы, там очень подробно на этом останавливаться. Но я просто скажу о том, что наверняка многие из вас уже знают, слышали, что существуют ДОШИ. Это такие определенные силы, которые проявлены в организме человека, которые проявлены в окружающем пространстве и так далее и тому подобное. ВАТА ДОШИ это та, которая связана с движениями. ПИТА ДОШИ это огонь, метаболизм и так далее. И КАПХА это наполненность. Так вот, о ПИТИ ДОШИ мне хотелось бы сказать более подробно. Это та ДОШИ, которая выходит из равновесия в жаркое время года. Раз она играет очень важное значение в организме человека, то, естественно, выход из равновесия, он с собой несет какие-то проблемы для нашего организма. И я бы не стал заморачиваться по этому поводу и не стал бы говорить даже об этом. Но все-таки это нужно сказать, потому что тогда будет понятно, если мы говорим о ДОШИ, тогда будет понятно, почему именно в жаркий период времени года человек испытывает очень многие проблемы со здоровьем. Жаркий период года это когда организм, прежде всего, перегревается. Я по образованию биохимик, долгое время я изучал биохимические процессы в организме человека, в организме растений и так далее. Я вам скажу так, что основной, примерно основной где-то такой вот разброс, оптимальный для человека, это от 35 до 37 градусов. То есть 35-37 градусов это наиболее оптимальная температура для выполнения всех сложных биохимических превращений в организм. Если температура начинает повышаться, то организм начинает каким-то образом эту температуру скомпенсировать. Допустим, в холодное время года он начинает включать дополнительный обогрев, а если это жаркое время года, он начинает дополнительно охлаждать организм. Почему? Потому что если возникает сильный перегрев, сильный перегрев это значит деформация всех основных жизненно важных процессов. И вы наверняка замечали много раз, когда во время жары, как меняется организм человека, что с ним происходит. Первое, допустим, то, что я замечаю за собой, когда жарко, у меня практически пропадает аппетит. То есть нет такого аппетита, чтобы я что-то там съел и так далее. Особенно это касается какой-то там пищи калорийной или той, к которой мы привыкли, знаете, вот говорим, жирная пища, к которой мы привыкли зимой. У меня нет такого даже желания ее съесть. Почему? Потому что в организме идут совершенно другие процессы. Организм переходит в режим энергосбережения, я бы сказал, энергозамедления. И вот как раз именно в этот момент, в момент деформации пит и доши, страдает, очень сильно страдает основной охлаждающий орган, который есть у нас, это печень. Печень это тот орган, в течение 8 минут, через который проходит основная масса крови. И когда эта основная масса крови проходит, она там видоизменяется. То есть она изменяется в тот момент, именно так, как нужно организму на данный момент. То есть образуются новые вещества, распадаются, допустим, какие-то другие. И в то же время происходит значительная термическая, скажем, стабилизация внутренних средств организма, в том числе крови. Так вот, я вам хочу сказать, что именно печень берет на себя основной удар в жаркое время года. Перегрев. Перегрев, если он кратковременный, то организм с этим справляется. Если перегрев сильный и длительный, то организм может получить экстремальное состояние, которое называется тепловым. Или если это солнечные, допустим, лучи солнца, они просто на человека попадают на голову. Это может быть солнечный удар с сильным перегревом. И тогда человек, если он не исключает действия вот этого экстремального тепла, у него происходит выключение жизненно важных центров в головном мозге. Остановка центров дыхания и работы сердца. Это я вам просто привел примеры крайнего действия жары. То есть жара это не такой безобидный фактор. Это не такой безобидный фактор. Жара может привести человека очень серьезных последствий. Ну и я вам скажу так, что в моей практике были случаи, когда человек после перенесения теплового или солнечного удара даже испытывал инсульт или инфаркт. Тоже были такие социалисты и катастрофы. То есть я с этим сталкивался. Поэтому к этому относиться легко нельзя. И нужно обязательно иметь в виду как раз правильные действия человека в жаркое время года. Ну и нужно еще сказать о том, что в это время происходит обострение хронических заболеваний. Их можно разделить на отдельные группы. Первая группа наиболее серьезная это сердечно-сосудистые заболевания. Очень часто люди имеют ишемическую болезнь сердца. Но я ее так не называю болезнью. Я скорее склонен к тому, что есть так называемое ишемическое состояние сердца. Которое может меняться. Ишемическое сердце может работать плохо в какой-то период жизни. И в то же время, если ему обеспечить нормальные условия работы, оно будет работать так, что человек даже не будет замечать, что у него есть проблемы с сердцем. Так вот, ишемическая болезнь сердца, назовем это так, многие нарушения, она обостряется в момент жары. Второй момент. Это есть два состояния, которые связаны с повышенным артериальным давлением. Это дистония и гипертония. Вот два состояния, но они кардинально различные. Гипертония чаще всего себя не проявляет. Когда человек просыпается утром, идет заниматься своими делами, имеет при этом очень высокое давление, он его не чувствует, он даже не понимает, что у него давление, он не краснеет лицо и так далее, и так подобное. И вот это очень опасно, потому что при любом, при какой-то нагрузке экстремальной, небольшой даже, может произойти гипертонический крист с последующими какие-то там сосудистыми нарушениями, допустим, инсультами и так далее. А дистония, это когда человек, допустим, спит, отдыхает, у него нормальное артериальное давление 120 на 80, но стоит ему подняться и пройти несколько метров, это давление резко возрастает. Такое состояние более мучительным является, но оно не является смертельно опасным. И вот как раз сюда подходит вегетососудистая дистония, которую, слава Богу, в последние годы врачи стали определять как нарушение здоровья. Раньше это, дни моей юности, говорили, да это особенности там развития и так далее, и так подобное. Так вот, я к чему так подробно на этом останавливаюсь? Я останавливаюсь подробно на этом, потому что именно в жаркое время года все вот эти нарушения обостряются, очень резко обостряются. И человек может испытывать в жару такие явления, как учащение и сердечное сокращение. Это учащение может быть даже экстремальным, до 110-120 ударов в минуту. Далее, это может быть очень сильная головная боль с нарушением зрения. Это может быть покраснение кожи лица, шеи, рук, вплоть до потери сознания. Если вдруг вы стали свидетелем того, что с человеком стало плохо, и что явно у него какая-то, допустим, реакция на экстремальную жару. Если он потерял сознание, если вы вызвали скорую помощь, и пока еще врачи находятся в пути, вы уже можете использовать какие-то простые методы, чтобы помочь человеку. Естественно, не нужно делать никакого массажа сердца, не нужно пытаться делать ему искусственное дыхание, для этого нужно быть специалистом, чтобы это делать. Но в то же время есть простая методика аюрведическая. Вот, допустим, у меня в руке шариковая ручка. Шариковая ручка с жестким таким кончиком, с одной стороны. И вот этим жестким кончиком можно нащупать ту часть под носом, ну там, где зубы, вот вы прощупываете, они соединяются с десной. Вот они выходят из десны. И вот именно эту часть очень хорошо помассировать ему. Просто помассировать. Ну, конечно, без фанатизма, чтобы не причинить ему травму. Помассировать, допустим, до минуты эту часть, и потом еще одна часть здесь внизу, вот здесь, под губой, под нижней. И вот эту часть тоже можно помассировать. Вот, помассировать очень хорошо. И таким образом можно это, ну, привести человека в чувство. Но вы должны понимать о том, что если у человека такое произошло, даже если он не находится на, скажем, на открытом солнце, если у него тепловый удар, там, в автобусе или где-то еще, первое, что вы должны сделать, вы, конечно же, должны ослабить человеку воротник и смочить водой, обязательно смочить воду или приложить просто мокрую ткань к лицу. Второе. Вторая группа обострений. Это, прежде всего, все проблемы, связанные с пищеварением. Пищеварение очень сильно страдает в жаркое время вода. Обострение гипероцидного гастрита. Гастрит это то заболевание, которое может проявляться симптоматически, то есть может быть заметным, а может быть менее заметным. Но всегда гипероцидный гастрит заявляет о себе и сжогой, какими-то неприятными ощущениями после приема пищи. И человек обычно плохо переносит такие, скажем, ну, есть продукты или блюда с уксусом, с какими-то острыми жгучими специями, с пряностями. Он обычно просто не переносит, потому что у него возникает ощущение сжения в области желудка или эпигастрия. В то же время, есть проблемы 12-перстной пищи. Это либо возникающие голодные боли, либо боли через несколько минут после приема пищи. Через 40 минут после приема пищи в области эпигастрия возникает тоже неприятное ощущение. Можно сказать, что у человека может быть жаршная каменная болезнь и так далее, и подобное. Все это, вплоть до метеоризма и геморроя, все это может обостряться в жаркое время года. И человек таким образом просто думает, да, у него какое-то расстройство, что-то он съел. Но эта история может повторяться даже на простой пище. Даже если он берет из рациона своего какие-то провоцирующие факторы, какие-то блюда, которые могут вызывать повышенное выделение желудочного сока и так далее, у него все равно будут возникать неприятные ощущения через какое-то время после приема пищи. Еще одно нарушение, которое часто встречается в жаркое время года, это нарушение фильтрационной способности почек. Я уже говорил о том, что перегрев опасен тем, что в организме нарушается биосинтез очень важных регулирующих веществ. Этих веществ не хватает, и таким образом многие, скажем, жизненно важные органы переходят в сберегающий режим. Но если кто-то имеет такой режим в своем смартфоне, то он понимает, о чем я говорю. У меня тоже такой режим есть. Тогда, допустим, остается маленький заряд у меня в телефоне, он переходит просто в такое темное, еле-еле видно такое положение. Так вот, как раз именно такой сберегающий режим переходят почки. Почки начинают снижать фильтрационную функцию свою. И тогда, если в почках есть какие-то проблемы, а почки это альтруистические органы часто молчат, не говорят, и человек может в мочекаменной болезни долгое время находиться, тогда вот это проявляется. Пиеламифрит, мочекаменная болезнь и, не дай бог, гломероламифрит, когда у человека снижается уделение мочи. Ну и, наконец, в жаркое время года густеет тканевая жидкость, которая может проявляться какими-то проблемами с аккорно-двигательной системой, и очень часто возникают отеки, миозиты, отеки им бывают лица, рук, ног и так далее. И человек говорит, вот странно, я ничего такого не употребляю, ни соленой пищи, ни какой-то избыточной жидкости, а возникают, начинают возникать отеки именно в жаркое время года. Это говорит о том, что организм переходит в сберегающий режим. Организм, кстати, начинает снижать диурез, потому что он сохраняет жидкость, сохраняет воду, которая у него есть. Ну и очень важный такой момент, это летние простуды. Ну, простуда, это вообще тема последних месяцев у нас вообще в мире, скажем так, вот, я скажу так, что летние простуды особенно опасны. Почему? Потому что у человека экстремальный режим. Он переходит из... Он приходит с жаркой улицы, будем говорить, заходит в помещение, где температура может различаться, допустим, на 10-15 градусов, различаться от той температуры, которая есть на улице. Допустим, на улице там под 40, а он приходит в помещение, а в помещении 23 градуса или 27 градусов. Но все равно это очень большие перепады. Что делать в этой ситуации? во-первых, скажем так, когда человек находится на улице с такой экстремальной высокой температурой, он должен какое-то время там постоять. То есть прекратить движение. Просто постоять в тени и немножечко прийти в себя. И потом, когда он заходит в помещение охлажденное, ну, естественно, нужно стараться подальше держаться от этих вот холодных потоков воздуха. Но все равно, вот эти резкие перепады температуры, они могут привести к тому, что у человека может развиться простуда. И если у него есть какие-то, допустим, к этому, ну, какие-то бронхиты, допустим, там, если он курильщик, не дай бог, если у него там, допустим, есть какая-то вредная работа с какими-то вредностями, и так далее, то естественно, эта простуда будет протекать в более таком серьезном виде. Ну и вот эти, эти моменты все нужно учитывать. Почему? Потому что, чтобы мы с вами не говорили, а все равно существует, у нас все равно существует инфекция гриппа, все равно существует заражение, пандемия и так далее и тому подобное. Это тоже нужно не скидывать со счетов. Потому что человек все-таки должен думать и об этом, о том, чтобы как-то, скажем так, обезопасить себя от каких-то контактов в плане заражения вот этими биовирусными инфекцины. Очень часто меня спрашивают по поводу того, ну а что же вы посоветуете вот в этой ситуации? Ну, ситуация, она не безнадежная, будем говорить так. Это ситуация, которая контролируется, ситуация, которая направляется, которая решается. Но здесь самое главное принимать правильные решения. Самое верное, самое главное решение это все-таки скажем, изменить свой способ питания, скорректировать его. Пульсодиагностика в этом плане просто самая настоящая находка. Почему? Потому что с помощью пульсодиагностики можно сделать это более точно. Но не у всех у нас есть возможность, допустим, эту пульсодиагностику пройти там, или не у всех есть возможность пообщаться с пульсодиагностом и так далее. Поэтому мы можем где-то сами попробовать скорректировать допустим свою летнюю диетологию. Назову это так. Первое. Часто очень советуют отменить все жгучие специи. Ну, что я могу вам сказать? Я сталкивался с людьми, которые очень любят жгучие специи, которые употребляют их в самое жаркое время года и при этом они не испытывают каких-то дискомфортных явлений. Я думаю, что таким людям и дальше можно использовать жгучие специи, если они не приносят им какого-то вреда. Но в основном если у человека все-таки есть какие-то явления эрозивного гастрита в желудке, то он в жаркое время года особенно начинает реагировать на острые пряности. Если человек испытывает дискомфорт от каких-то ранее, скажем так, непривычных добавок, то от них лучше отказаться. Это первое. Второе. Солонку лучше убрать со стола. Вот в это время года соль, дополнительная соль, к которой мы все привыкли, особенно будет задерживать жидкость ткани. Ну а тот, кто знаком с аюрведой, он может легко заменить обычную соль на соль гималайскую. Если вы знаете, что это такое, то можно использовать совершенно спокойно, то есть абсолютно поставить на стол солонку с гималайской солью. И нужно понимать о том, что все-таки мы должны свой рацион определить как рацион, состоящий из трех больших групп. Вот которые каждый человек может вести в свой рацион. Я сейчас хотел бы сказать, лето это период овощей, свежих овощей, свежих фруктов. Постарайтесь обратить внимание на те фрукты и на те овощи, которые произрастают в вашем регионе. Я понимаю, что зимой мы часто покупаем бананы, или мы покупаем финики, или что-то еще. Это зимой, потому что эти фрукты у нас не растут. Но летом, я думаю, что допустим и в южном регионе, и на севере все равно есть очень много фруктов, которые являются более-менее сезонными. Поэтому старайтесь на них обратить внимание. Но свежие овощи и фрукты должны составлять одну треть вашего рациона. Одна треть вашего рациона. Когда их лучше употреблять? Что я могу вам сказать? например не валю лес. То есть я не занимаюсь тяжелой физической работой. Поэтому у меня не бывает плотного завтрака. Я обычно фрукты вместе с семенами либо с какими допустим молочными продуктами ну это может быть допустим то же самое сыр натуральное что-то еще я употребляю их на завтрак. И таким образом это для меня абсолютно гармоничный завтрак. Но другой человек допустим не может использовать такой завтрак он будет считать его слишком для себя простым слишком легким такому человеку особенно если он занимается физической работой конечно можно использовать более плотный завтрак он может и кашу на завтрак себе использовать а кто это допустим и первое блюдо использует но все равно тогда ему нужно найти в течение дня время для свежих фруктов свежие фрукты сочетаются хорошо с семенами и с орехами но они плохо сочетаются с другой пищей поэтому все-таки из них лучше делать отдельный прием пищи вот например я тогда считаю человеку нужно сделать плотный завтрак а фруктовый перекус так называемый сделать где-то примерно 4 часа для этого не нужно много времени там или силу это даже на работе может сделать просто употребить фрукты и с какими-то семенами а можно просто второе свежие овощи свежие овощи сезонные тоже должны занимать вместе со свежими фруктами одну треть вторая треть рациона это приготовленные овощи и фрукты вот это очень важный момент и приготовленные овощи они могут быть самыми разными это допустим есть такие овощи которые мы редко едим сырыми допустим я могу там сырую свеклу употребить но далеко не каждый не употребляет сырую или морковь или что-то еще это вы можете все приготовить кабачки там баклажаны и так далее и так подобное это будет занимать одну треть и наконец еще одна треть это молочные продукты и животная пища вот я вам просто привел три группы продуктов вы каждый из вас может решить какие в конечном итоге он может использовать продукты для своего рациона но лучше всего если вы свежие овощи и фрукты будете употреблять первой половине дня это завтрак и обед а ужин постарайтесь все-таки сделать из приготовленной пищи я вам скажу так что молодежь конечно может на ночь употреблять яблочки для человека старше 45 лет самое лучшее будет когда его ужин будет из приготовленных овощей допустим чего-то еще хотите допустим яблочек да вы можете даже их термически обработать но самое главное убрать вот эти агрессивные яблочные кислоты и тогда ваше пищеварение будет работать нормально особенно вот в такой жаркий экстремальный период если вам не хочется употреблять животную пищу в этот период не употребляйте потому что как раз организм когда мы его уводим от большого количества добавок я думаю не стоит даже и говорить о том что каши которые вы будете употреблять это не те каши быстрые которые вы будете походить в магазинах а это крупа из которой вы будете варить сами эту кашу без этих добавок потому что каши с добавками зачастую самыми разными они деформируют ваши пищевые вкусы и пристрастия молочные продукты это тоже очень важный момент много всяких споров на эту тему и так далее и тому подобное но я скажу одно вот после всего что я тоже в своей жизни пережил по поводу молочных продуктов информация самая разная я могу сказать что молочные продукты полезны и обязательно в рационе любого человека нужно правильных употреблять в индии мне сообщили такой очень важный принцип который я использую до сих пор они сказали мне о том что кислое молоко любит солнце а сладкое молоко любит луна это значит что вы в течение всего светового дня можете использовать кисломолочные продукты в идеале конечно их разбавлять водой потому что как считают индусы они тяжелые для употребления поэтому их надо разбавить но это не обязательно вы можете просто добавлять кефир или простоквашу или ряшинку то что вам нравится допустим после завтрака или обеда и так далее а вот цельное молоко взрослому человеку лучше все таки употреблять на ночь перед сном то что я делаю уже много лет и у меня никакого расстройства пищеварения не бывает почему важно употреблять молочные продукты ну во первых молочные продукты все таки это лучшая среда чтобы не говорили для наших собственных лакто и бифидобактерий какие бы мы добавки не принимали а все равно для них самая лучшая пища это целлюлоза и молочные продукты а второе все таки цельное молоко это самый лучший источник кальция и магния для организма человека это значит костная система а это значит сердце а это значит сосуды и так далее да и творог можно использовать кстати да с утра и в обед то есть я еще раз говорю не обязательно использовать какие-то уже готовые допустим продукты можно просто обычный фермерский творог использовать и так далее а уже по поводу того что обезжиренного или нет это вы будете решать мне хотелось бы сказать еще вот о чем о том что часто меня спрашивают как правильно себя вести во время жары что я могу по этому поводу сказать вот я за это время накопил какое-то определенное количество рекомендаций и об этих рекомендациях я просто вам хочу сказать ну я не буду сейчас вдаваться в подробности там полезно или голодание или не полезно там и так далее это не входит в моей цели но легкая разгрузка допустим легкая какая-то она полезна всем людям в частности в любое время года единственное что есть такие сторонники сухого голодания я вам скажу что в жаркое время года сухое голодание может быть смертельно даже если человек 12 часов не употребляет воды это может привести к повышению сгущения крови повышенному тромбообразованию и естественно сосудистым катастрофам инсультам если вы даже практикуете такое голодание пожалуйста в жаркое время года отойдите от этой практики потому что эта практика может для вас быть опасной второе обязательно нужно понимать что выход на открытое солнце если есть такая возможность лучше до 10 утра и после 17 часов вечера ну а если вы допустим работаете на открытом каком-то пространстве обязательно нужно закрывать голову и какой-то легкой ткани свое тело и только через полчаса непрерывного нахождения нужно обязательно уходить все равно в тени потому что если вы будете находиться на солнце дольше 30 минут вы рискуете получить перегрев как я уже сказал солнечный или тепловой удар и вот очень важный момент какую воду употреблять в жаркое время года никогда не употребляйте холодную воду ни холодные напитки ни ледяные напитки мороженое можно но я бы рекомендовал даже просто его подтопить а потому что вот это замороженное мороженое которое вы будете откусывать зубами и глотать эти кусочки льда скажем так ничего хорошего для вас ну скажем так никакого хорошего значения для вас иметь не будет и если вы пьете воду то пожалуйста подойдите теплую воду теплая вода она даст вам насыщение примерно вода будет той температуры которая ну да она может быть где-то соотносимо с комнатой температуры или даже температурой тела и еще очень важный момент если вы в течение дня периодически все-таки можете смачивать водой кисти рук допустим взять подставить кисти рук под струю воды там несколько секунд подержать если вы сможете прополоскать рот водой нос умыться если можете смачивать голову допустим да да или можете принять душ то только приветствуется это единственное что мне хотелось бы еще остановиться на таком важном моменте душ обязательно принимается теплым это для обычного человека если человек конечно занимался контрастным душем до того он может использовать допустим контрастный душ то есть вначале теплый потом будет холодный никогда пожалуйста никогда не принимайте сразу холодный душ никогда не пытайтесь броситься сразу в холодную воду в какой-то водоем резкое охлаждение организма вызывает резкое спазмирование сосудов капиллярных что может вызвать остановку жизненно важных центров есть такие жизненно важные центры у нас головной мозги как центр который отвечает за дыхательные функции есть центр который отвечает за работу сердца и если они остановятся вы понимаете чем это чревато для я бы наверное на этом не останавливался если я бы несколько раз не видел не был фактически свидетель того что люди которые я знал ушли из жизни именно после вот таких экстремальных воздействий ну и конечно же мне хотелось бы сказать еще вот о чем о том спрашивают а что же пить лучше в жару а в жару лучше пить воду и не холодной водой если вы все-таки утром чувствует не достаточно тонуса но я понимаю что у нас у всех бывают разные допустим периоды кто-то не высыпается у кого-то много работы у кого-то что-то еще и так далее и тому подобное и кто-то говорит ну а как вот я утром допустим могу себя в тонус привести я всегда говорю утром можно использовать кофе одну порцию почему кофе кофе это тот напиток в котором теобронин уравновешивает кофе почему я так легко об этом говорю потому что я изучал эту тему я раньше как и многие другие люди думал ни в коем случае кофе нельзя при дистонии при гипертонии что-то вызывает повышение тонуса что я могу вам сказать я много раз видел когда у меня было повышено артериальное давление и я принимал кофе один раз утром и у меня в конечном итоге давление нормализовалось после приема кофе но я вам не рекомендую потреблять чай ну во-первых черный чай можно использовать потому что он традиционно использовался у нас в стране вообще да а вот зеленый чай я бы не рекомендовал вообще использовать жаркое время года я понимаю что есть любители зеленого чая они за последние десятилетия возникли и так далее но у нас нет грамотной традиции его употребления грамотная традиция употребления зеленого чая все-таки идет на восток все-таки в жарких странах там они знают как его правильно заваривать как правильно с ним обращаться и так далее я вам скажу вот что если человек начинает пить большое количество зеленого чая он очень сильно стимулирует тонус сосудов и таким образом он может привести себя даже к сосудистым катастрофам ну это вот мое сугубо мнение поэтому я бы вам не рекомендовал ориентироваться на чай ну и последнее два слова буквально скажу об алкоголе никакого алкоголя нет лечебного это мое мнение как мнение человека который 15 лет уже не употребляет алкоголем я вам скажу что алкоголь только деформирует организм и вот эти все наверное есть лечебные какие-то составы и в Индии наверняка есть айриш такие составы там лечебные вина где минимальные макроскопические микроскопические дозы извините то есть когда там по каплям его добавляют куда-то этот напиток и таким образом эти капли с алкоголем они могут быть добавлены в какой-то напиток или куда-то еще и тогда это имеет вечерний эффект и я вам просто приведу пример допустим спиртовая настойка валерианы которую вы будете употреблять она может наоборот простимулировать возбужденное состояние а таблетки имеют совершенно другое действие это чтобы вы понимали насколько алкоголик все-таки сильно действует на наш организм насколько мы все-таки не защищены от современного химического вещества под названием папы ну и самое главное все-таки это то что аюрведа она для нас скажем кроме самых разных рекомендаций там по питанию там по образу жизни она все-таки приготовила для нас самое главное это готовые препараты которые мы можем употреблять здесь очень важный момент это все-таки выбрать те препараты которые мы можем употребить в экстремальный период те препараты которые не обладают стимулирующим действием те которые не подхлёстывают организм это препараты фирмы Трана это те препараты которые я оценил уже много лет тому назад сам лично это те препараты которые употребляют очень многие люди которые приходят к нам в центр это те препараты которые в конечном итоге решают многие вопросы я вам скажу что лично я допустим очень много препаратов фермы трада оценил и не иначе как с большой буквы их называют один из таких это трифалакс для меня но я сейчас даже не буду на нем останавливаться хотя как раз он в тему пойдет потому что именно трифалакс остановил и неприятные явления которые были у меня связаны с желудком и дно спешкой потому что по молодости лет я когда-то перенес кратные язвы в университет у меня были обострения постоянно ноябре и в апреле я просыпался от ночных болей мог что-то съесть допустим чтобы эти боли как-то при этом я принимал какие-то препараты трифалы другие и только трифалакс прекратил эти явления я его пил четыре месяца у меня был такой неприятный курс я получил великолепный результат на на фоне приема трифалакс от кроме всего прочего я еще и решил вопрос со своим гейморитом у меня был постоянно заложен нос и вот именно трифалакс помог мне освободить гайморовые пазухи от вот этих излишних накоплений а в жару трифалакс очень хорошо влияет на пищеварительный тракт я когда допустим принимаю этот препарат у меня возникает вот это ощущение знаете вот есть ощущение от хорошей пищи когда вы какую-то хорошую пищу употребили у нас возникает какая-то легкая легкость даже при сытости какой-то легкость я думаю вы знаете о чем люди вот как раз понимаете вот если я употребил пищу и принял одну таблетку трифалакса у меня всегда будет комфортное пищеварение это я знаю за точно для меня даже если я в чем-то сомневается что-то я допустим на застолье что-то съел не только позволит себе там лишние я накануне могу выпить таблетку трифалакса и потом этот а второй а второй препарата который мы хотим сказать это масло трехаблиц масло трехаблиц я начал применять конечно же вначале для того чтобы сохранить остатки волосы себя на голове но в силу того что не на паузный период у меня все-таки проходит и он уже как бы заканчивается и уже то что на голове от но вы понимаете что я за эти годы употребления масло трифалакс масло трехаблиц какой эффект я получил я получил тот эффект которого я даже не ожидал нанесение регулярное масло на голову абсолютно отрегулировала мое артериальное давление и в жару особенно потому что я вам хочу сказать что я допустил два раза в неделю наношу масло трехаблиц на кожу головы держу его два часа и потом смываю я вам скажу что у меня голова становится свежей и такой очень хорошо работающий скажем так течение до в течение ближайших допустим суток или двое суток то есть эффект потрясающий я да я расскажу что состав масла входит экстракт масляный экстракт центре азиатской и вот я думаю что как раз именно впитывание этого экстракта через кожу головы через какие-то оболочки там головного мозга как я понимаю вот улучшает мозговое кровообращение и улучшает как раз именно деятельность головного мозга я вам скажу так что вот мода последнее время я наблюдаю мужская такая что на лысые головы очень многие там полностью вот и многие меня спрашивают хорошо но если допустим мужчина лысый как ему носить там масло допустим на эту лысину и для этого есть таблетки треха близ состав таблеток входит и клипта белая клипта белая это особое растение это по растение которое стабилизирует сосуды которые хорошо питают не только волосяные луковицы но и также как раз кору головного мозга а это значит что эти таблеточки также точно улучшают мозговое кровообращение рекомендую обратить внимание ну и сейчас я еще хотел буквально сказать два слова у меня еще один такой вот случай был в практике когда одна женщина с бломерами фритом обратилась ко мне ломерами фрит это тяжелое нарушение фильтрационной функции почек когда человек зачастую без специального аппарата не выделяет мочи и вот у нее как раз был такой случай то есть она через трое суток подключалась диализу чтобы каким-то образом продлить свое существование когда она пришла ко мне на диагностику по пульсу и когда мы эту диагностику провели подсудили с ней очень подробно и схему ее питания и когда она начала применять эту схему питания которая выравнил в соответствии с ее психотоматическим типом она начала без аппарата выделять мочи небольшое количество но это произошло и она сказала что это было самым настоящим чудом длины вот насколько важно питание все таки для того чтобы начать правильно подобно для того чтобы начать решать проблему со здоровьем потому что мы зачастую на это не обращаем внимание нам сразу подавайте там таблетки или плюда конечно и таблетки плюда это очень хорошо но питание все таки это очень важный момент поэтому рекомендую вам все-таки присутствие к моим простым словам которые я сказал до другого ну и наконец я хотел бы все таки с большим удовольствием сказать о препаратах фирмы трак препараты фирмы трада они по многим показателям для меня интересны и в частности меня очень интересует такой препарат под названием вода с пушкой но как само название вода с пушки говорит сама за себя потому что он раз это та энергия которая дается человеку по рождению и которую он может использовать течение всей жизни и когда он начинает принимать на за спусте это энергия экономится и таким образом человек который периодически просто хотя бы принимает уже с пушки а баночки если принимать по чайной ложке два раза в день хватит на два месяца как минимум и я вам скажу что он же с пушки это особый препарат это форма джема овальеха и он очень приятный на вкус и самое главное он лишён острого горького кислого вкуса это очень важный момент потому что многие дети которые приходят к нам и когда они вот многие мамы говорят вот я хотела бы допустим там взять для своего ребенка что-то там для поддержания его там жаркое время года или наоборот там холодное время года там иммунитет или возьмите он же спустил во-первых ребенок будет хорошо реагировать на препаратов для него это будет самым настоящим лакомством а во-вторых этот препарат он до такой степени выравнивает все процессы в организме что ребенок просто перестанет болеть сезонными заболеваниями я вам скажу так что он же с пушки это первый препарат который является с одной стороны профилактическим а за выставлен лечебным препаратом в деле решения вопроса с летними простудами ну я вам могу привести пример себя тоже потому что два года назад я две банки отжаса пушки употребил подряд и в конечном итоге первый год после этого у меня как это простуда все-таки бывало раньше допустим этом протекала там день-два там но очень быстро без осложнений и так далее но первый год я заметил что простуды не было вообще а в этом году когда вот началась вся вот эта история с коронавирусом у меня простудить тоже не был я под сплитом и скажем так вот разные вот эти моменты колебания температуры у нас на температура под 40 было за 40 уже была температура есть дома у меня нет кондиционера него принципиально не имею дома и так далее и вот все равно я скажем так вот не чувствую никаких явлений которые бы указывали какую-то допустим простуду я думаю что это тоже заслуга отжаса пушки да я вам скажу так что очень часто жару человек имеет проблемы со сном очень трудно заснуть бывает многие говорят жарко поэтому трудно но я обратил внимание на то что очень многие люди имеют и кондиционеры дома и все равно они засыпают очень плохо потому что жара сама по себе и формирует мозговое кровообращение состав отжаса пушки входит центра азиатская таким образом он влияет но есть специальный препарат который который создан на основе центра азиатской и очень хорошая модификация которая направлена на нормализацию сна это витал слип поэтому если у человека есть так называемая информация сна в жаркий период года можно смело рекомендовать ему витал слип он кроме своего эффекта от того что нормализирует сон некоторые люди почему-то думают что это препарат усыпляющий на самом деле его можно употреблять даже утром или днем он не будет вызывать сомневаться зато он будет нормализовать фазы сна потому что у человека самое главное нарушение со сном происходит когда он и деформирует эти фазы если он просыпается на короткой фазе сна тогда он просто чувствует себя не отдохнувшим и как будто он не спал да и сосуды головного мозга естественно так как центра азиатская входит состав или то слипа и в то же время близ минда а близ нет это особый препарат который можно рекомендовать людям даже у которых есть проблемы с шейным отделом позвоночника я много раз это видео когда приходит ко мне человек а у шейный отдел позвоночника деформировал там ходил по специалистам и так далее и говорит вот у меня там давление постоянно колеблется то есть дистония ощущения даже были такие когда говорили где еду и как будто кажется что вот сейчас я просто упаду и когда он начинает принимать близ ним а в купе я его еще часто дали при этой проблеме со стеоблиса после облесит а очень хороший препарат который нормализует шейный отдел вот и вот тогда в этот момент как раз прекращается все неприятные ощущения вообще близ не я бы рекомендовал всем людям для снижения перегрева перегрева как раз головного мозга да и вот очень хорош хороший момент связанный именно с перегревом чтобы обратить внимание это куркумин куркумин особый препарат во первых препарат который создан очень грамотно это препарат особенно основе куркумы лонги это так так называемая лечебная куркума это особая элитная куркума во вторых очень грамотно он составлен потому что там есть экстракт черного перца который усиливает действия куркумина и самое главное что если мы используем специи то мы получаем всего два процента куркумина из самой специи а самому как раз вот именно в препарате 95 процентов то есть можно получить очень быстро хороший результат куркумин кроме своего прекрасного охлаждающего действия куркумин кроме своего прекрасного действия на толстый кишечник и на прямую кишку куркумин кроме кроме своего прекрасного противопухолевого действия он обладает еще очень хорошим действием на сосудистую систему он охлаждает кровь и он препятствует кровоточащему дима нужно понимать о том что это очень важный момент поэтому иногда бывает человек скажем так не будет даже использовать какие-то свечи которые кому-то что-то еще он может использовать куркумин и таким образом прекратить вот это вот острое течение демороя рекомендую вам обратить на него внимание то же время мне хотелось бы считать оливаблисе вот леваблис это препарат который ну часто люди не очень оценивает почему просто печень это орган альтруистический она часто молчит она часто не говорит о своих проблемах мы часто можем не скажем сделать вывод о том что она нормально себя чувствует работать и так далее но я иногда бывает просто мне одного взгляда хватает посмотреть на цвет лица человека чтобы понять насколько у них печень работает хорошо или так вот я вам хочу сказать что леваблис это универсальный это универсальный препарат во-первых кроме того что он оказывает полифункциональное действие на всех аспектах гипотабелярной системы ну какие-то аспекты первое ленивая печень когда образуется много жировых клеток ну скажем так это клетка начинает лениться и делятся не так активно как раньше он во-первых прекращает явление жирового гипотоза это первое второе даже формированный желчный пузырь все равно желчь разжижается и начинает выделяться тогда когда им нужно выделяться то есть она не ночью выделяется этот человек ложится и у него разливается желчь посему пищеваренного тракта вызывая эрозимные участки а она как раз именно уделяется для активации термятной системы в универсальной кишки и для улучшенного пищеварения и третье как раз стабилизация происходит сфинктеров сфинктерами спадаются когда человек принимает горизонтальное положение они закрываются и таким образом они не позволяют различным пищеваренным следом смешиваться давать человеку осложнение я вам скажу так что очень часто люди которые понимают его близ короткое время месяц-два и потом они приходят или вот я сделал биохимию печени посмотрите это и ст идеальном состоянии это те показатели на которые прежде всего обращает врач гипотолог внимание когда он говорит о том что печень хорошо ли работает или плохо а так как я вначале нашей встречи говорил о том что печень испытывает сильнейший перегрев она испытывает сильнейшую нагрузку давайте же и просто поможем просто дадим или в облизь для того чтобы улучшить ее функции ну и если у человека все-таки есть явление снижение диуреза допустим стал уменьшим играть матчи чем это было дальше у него возникает иногда люди говорят жалуются какой-то под появляется запахом запах под чувствую там от одежды когда снимаю или допустим там от постельного белья когда ночью там пропотел и так далее это говорит о том что все-таки есть проблемы с удивительной системой конечно здесь можно было посоветовать урегат потому что урегат он все-таки здесь подходит но урегат больше подходит при мочекаменной болезни для профилактики и для улучшения вообще вообще функции почек сультрационной а вот в данном случае для того чтобы все-таки обучить работу почек я бы рекомендовал обратить внимание на препарат гугулакс гугулакс это препарат полифункционального действия он разжижает основные среды организма человека и в частности очень хорошо влияет на суставы суставах устили циновиальная жидкость что приводит нарушение их работы и очень часто летом у человека бывает не только шейный остеоспомбилез но и бывают различные обострения артритов артрозов и так далее и тому подобное так вот гугулакс можно посоветовать для того чтобы вот таким образом получить серьезный полифункциональный эффект вот я вам просто привел пример тех препаратов фирмы трада которые можно использовать в этой ситуации и я думаю что если вы все-таки прислушайтесь моим словам и попробуйте что-то на собственном примере то вы таким образом увидите что жаркое время года это не деформирующее время года это время года когда вы можете также точно сложаться ну да и вот все-таки у меня осталось какое-то время может быть у вас есть какие-то вопросы да вот как раз очень хороший вопрос можно ли левоблис начинать применять летом я бы сказал не можно а нужно его начинать применять летом а левоблисе я могу сказать долго вот если вы обратите внимание допустим на состав левоблиса вы увидите такое скромное скромное такое растение сверкции из которых будет состава сколько я не изучал различных гепатопротекторов это тех средств которые улучшают работу печени сверкции я практически не делаю я только видел ее на каких-то сайтах индийских препаратов специальных особых такой как раз именно сверкции является действующим растением левоблиса рекомендую вам принимать его именно в жаркое время года прежде всего не ждать потому что он как раз улучшает функцию печени и он уменьшает перегрев и первый признак будет того что вы все-таки получаете хороший эффект это нормализация вашего сна утреннего пробуждения и если есть какие-то пигментные пятна на теле эти пигментные пятна бледнеют и становятся менее заметными vital sleep vital sleep очень хороший препарат я уже говорил о том что принимать это стоит можно в любое время суток я подчеркиваю он не усыпляющий препарат в любое время года если вы будете возьмете за правило себе упадать его по таблеточке после завтрака и после ужина то вы таким образом придете к тому что будет нормализация основных фаз сна и у вас будет хороший сон крепкий сон это не значит он будет долгим но если у вас фазы сна будут все-таки долгая фаза сна на которой будет пробуждаться у вас будет ощущение того чтобы отдохнули и спать и естественно левоблист при этом будет улучшать мозговое кровообращение препятствовать витал слип и зенит у меня мозговое кровообращение препятствовать повышен тромбообразование и улучшать память потому что очень часто люди жалуются на память центра азиатская это такое растение которое действует еще и на память подождите вот у меня тут еще вопросы для каждой конституции по-разному что я могу вам сказать у нас настолько вот пита вата и капха они находятся таком ну скажем так вот динамическом равновесии поэтому я говорю не обязательно даже специальных определять там тесты это вообще ни о чем они обычно не дают недостоверную информацию самое главное нужно ориентироваться на свое собственное ощущение если вы чувствуете себя хорошо значит у вас дождь и не превышает зеленую зону скажем так да да но по курсодиагностике можно скажем так вот это цели если говорить допустим о том что для каждой конституции по-разному нужно там применять пищу или препараты нет здесь как раз именно вопрос о том что все рекомендации которые этот синий говорил усередины для всех типов конституции и препараты фирмы трада они успеха могут применяться людьми разных состояний допустим с не равновесным допустим силами ватой питой капхой то же время с равновесными то есть абсолютно разные могут и сценарии скажу вам так что человек прошли не заменяет отжас пушки я на эту тему даже не буду там сильно распространяться я могу только сказать что у них тоже разное направление отжас пушки сам пассиво чтобы понимали что такого же фоджас это тот препарат который сохраняет жизненную энергию дают данным человеку от рождения а учил он праша основное действие все-таки пищеварение это нужно понимать до основное действие чего прожь конечно это живительный препарат и так далее но отжас пушки здесь просто с ним не сравнил ну и я вам скажу так что ну да я не понял что это ошибка что я понял что речь идет обоза секунду отжас пушки это тот препарат который цены очень высоко я думаю что отжас пушки обладает еще очень хорошим противопухолевым действием потому что два пациента с опухолями были у меня которые тоже получили хороший так что рекомендую вам рекомендую вам всем обратить внимание на этот препарат я хочу вам сказать еще вот о чем вот как раз вот а гуглаксе гуглакс это препарат на который я обратил внимание уже очень давно гуглакс можно вот я его называю одним из базовых препаратов фирмы травы почему потому что основная функция гуглакса это все-таки разжижение жидкостных средств организма и если у человека возникает какая-то отечность вот о которой я говорил отечность говорит о том что лимфатическая система у него работает в обранном режиме лимфатическая система имеет особые такие лимфатические сосуды которые зачастую забиваются если можно так выразиться да простят меня специалисты которые меня слушают я просто говорю тем языком непонятно было идем простым они забиваются различными телами микроорганизмов и тогда у человека часто возникает отечность так вот я вам хочу сказать что гуглакс очень хорошо освобождает лимфатические сосуды прочищает их и способствует тому что лимфатическая система имеет хорошую связь с кровью и также точно имеет хорошую связь с коневой жидкостью что обеспечивает очень хорошие процессы обмена я всегда говорил если человек хочет иметь хороший вес то есть но для стабилизирован то он все-таки будет принимать гуглакс гуглакс способствует тому что лишняя жидкость выходит из организма что человек имеет какое-то повышенное тромбообразование и он все-таки тоже обладает до их можно принимать вместе все препараты принимаются вместе они не противоречат друг другу но все-таки вот из тех препаратов которые назвал два является одну скажем так я быстро базовыми это вот раз пушки который является подушечкой такой хорошей для многих других препаратов это гуглакс который тоже может являться основой для приема каких-то ну да все-таки нужно понимать о том что препараты спокойные но в то же время они концентрированы я бы сказал это новая йорбе то снова и снова в аюрведе это быстродействующая аюрведа когда только я начинал заниматься аюрведической системой лечение более 20 лет назад то тогда я прекрасно понимал что из понятия 108 дней там допустим периода когда человек начинает принимать препарата может подействовать и вдруг я увидел сам на себе допустим когда препарат трипалакс тени месяца решил ту проблему которая у меня было много-много подхода вот тогда я задумался впервые что очень что очень до что что это препараты очень быстро действующие вот тогда у меня вот тогда у меня и возникло это представление о том что препараты фирмы трада это новое слово натуральной медицине которая дает быстродействующие аюрведические препараты да их можно назвать легко скоропомощными щитовидная железа это особая особая энергоинформационный центр щитовидная железа у женщины это радар который позволяет ей видеть очень многое вопрос по щитовидной железе да это отдельная тема не да вы можно да мы можем рассмотреть но я просто скажу вам о том что есть один препарат об одном скажу только который уникальный является и которому аналогов нет это энерго близ энерго близ это тот препарат который не только стабилизирует щитовидную железу нарга близ не только тот препарат который все-таки улучшает состояние мышечных тканей и с одной стороны может применяться подростками для того чтобы они имели более развитую мышечную структуру частности это касается и сердечной мышцы и других сосуды двигательных мышц и так далее это же время это касается людей старше 50 лет которые теряют мышечную массу и теряют допустим сердечные мышцы он тоже может стабилизировать совместно с ужасом это с ужасом и стенджерсом тоже препарат очень хорошо стабилизирует и да я вам скажу что вот энерго близ он как раз именно дает вот это утреннее ощущение тонуса человек который начинает принимать энерго близ просыпается в хорошем настроении с хорошим таким тонусом он поднимается он начинает двигаться и у него лучше работает аккура двигательности да я еще раз говорю я могу говорить о многих препаратах правда очень много хороших но у меня у меня к сожалению нет возможности вот о лимфокаре тоже скажу да действительно лимфокар это хороший препарат и лимфатическая система это очень тонкая грань но я вам хочу сказать что лимфокар не видел он себя хорошо рекомендовал не только с позиции того что он освобождает человека от отечности он как раз именно хорошо работает при кожных высыпаниях самые разнообразные кожные проблемы вплоть до псориаза вплоть до каких-то нейродермитов вплоть до какого-то раздражения там аллергической цепи и так далее и тому подобное вот эти все вещи он успокаивается может так выразиться и тогда человек уже легче переносит вот этот зуб который возникает у меня был один пациенту который не мог даже носить одежду настолько она доставила дискомфорт у него будет цариаз и когда вот начал принимать лимфокар то он говорит я спать стал потому что по меньшей мере у меня любого движения и трения с постельным бельем возникали очень неприятные ощущения лимфокар снимает эти ну понятно что он полностью не убрал ему силу телепатическую бляшку но стадии ремиссии все-таки дорогого стоит в этой ситуации но быстродействие не только быстродействие но и сильное действие почти как химические препараты но без последствий дата не я с вами старшина согласен это на самом деле так сильное действие это на самом деле сказано от радовских препаратов потому что он не только быстродействующие они еще и касаются сущности проблемы то есть они начинают работать на уровне той причины которая привела вот этим нарушением это самый настоящий а юридический принцип а юридический принцип таков что человек должен понимать что все проблемы которые имеют какую-то верхушку айсберга которые имеют допустим автоматику они имеют вот тут более глубинные какие-то вещи и вот а юридические препараты настоящие все таки они влияют на эти энергоинформационные причины то не скрывает эти проблемы ничего обнажает показывает что я думаю что если мы вот таком позитиве будем относиться к этому ко всему думаю что нас всех ожидает очень хорошие результаты мои хорошие лето потому что с а юридическими препаратами фирмы трата лето будет у нас всех благополучно задавайте еще вопросы потому что мне говорят что у меня есть пять минут но может быть у меня их уже и нет спасибо вам за добрые слова спасибо вам за внимание я буду счастлив если моя информация каким-то образом вам пригодится всего доброго до свидания